МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.00 в Новосибирске. Это время вечерних новостей на канале ОТС. В студии работает Екатерина Тихомирова. И сегодня в выпуске. Новосибирские ученые запустили подземный ускоритель, что дадут миру уникальные исследования наших физиков-ядерщиков. Здесь снега мало не бывает. Почему новосибирцы стали опасаться соседства с городскими снегоотвалами? Вместо звуков музыки шум воды с потолка. Как спасти единственную в районе музыкальную школу? Сейчас об этих и других событиях подробно. В Центральном районном суде Новосибирска сегодня состоялось первое заседание по уголовному делу Василия Юрченко. Бывшего губернатора обвиняют в превышении должностных полномочий, в результате которого бюджет области недополучил более 20 миллионов рублей. По версии следствия, в 2010 году Юрченко вынудил директора коммерческой фирмы 100% акций, которые находятся в собственности области, продать участок земли с недостроенным гостиничным комплексом в самом центре города на невыгодных условиях. Фигурант дал указание отменить публичный аукцион и продать будущую гостиницу не дороже, чем за 20 миллионов рублей. Правоохранители установили, что реальная стоимость земли недостроена ней вдвое выше. В итоге областной бюджет недосчитался крупной суммы. В результате действий Юрченко по отмене аукциона ООО «Гастронском» был причинен ущерб в размере 135 723 рублей 60 копеек, то есть на сумму затрат, понесенных обществом на организацию проведения открытых торгов, на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимости по улице Чеплыгина, 54, город Новосибирск. По мнению следствия, всего область в результате недополучила более 20 миллионов рублей. Василий Юрченко вину не признал ни на следствии, ни в процессе. Он пояснил, что его указания не являлись обязательными для директора коммерческой фирмы, а эту же самую сделку в 2012-м уже проверял прокурор области и признал ее законной. За превышение должностных полномочий бывшему губернатору грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей. Помимо этого подсудимому могут запретить занимать государственные должности. Анна Скок, Борис Гладких, Новости ОТС. К другим темам. Разгадка тайны рождения Вселенной стала чуть-чуть ближе. Сегодня сибирские ученые запустили новый комплекс ускорителей элементарных частиц. Оборудование для уникальных опытов физики-ядерщики установили под землей. На какой глубине теперь будут решать свои задачи ученые всего мира, узнал мой коллега Сергей Толмачев. Электроны и позитроны движутся навстречу друг другу внутри вот этой трубы. Их нужно разогнать буквально до скорости света. И поэтому здесь через каждые 10 метров стоят вот такие мощные электромагниты. 20 лет стройки, сотни миллионов рублей, тысячи часов наладочных работ, одна красная ленточка и огромные научные перспективы. Сегодня не надо будет исследований, какой-то этап делать на фабриках в Японии, в Америке. Наоборот, от наших испытаний будут ждать и те центры этих результатов. Поэтому, думаю, величайший прорыв. Внутри установки полный вакуум. Частицы сталкиваются только в определенной точке. 12 миллионов раз в секунду. Новый комплекс ускоряет работу нескольких лабораторий. В этой изучают фотоны. Могут разложить по полочкам структуру взрыва или молнии. Он пролетает мимо того места, с которым мы за ним наблюдаем. Мы видим яркую вспышку этого излучения. Потом достаточно долгое время, ну вот целую миллионную долю секунды, у нас темнота. Потом опять короткая вспышка, одну миллиардную долю секунды. Потом опять темнота. Получается средство для съемки высокоскоростного кино. Ну, миллион кадров в секунду. В этом помещении дают добро на запуск спутников. Своеобразная сертификация. Создают условия, близкие к космическим. Вплоть до полной имитации солнечного излучения. Новый ускоритер даст новые возможности. Не только сибирским ученым. Принципиально важным является, чтобы ученые, работающие в любых организациях, имели возможность доступа к работе на таком оборудовании. Для этого будут при каждом таком центре коллективного пользования сформированы экспертные советы. Но это только первый этап. Уже готовы тоннели для большого коллайдера. На глубине 20 метров под землей. Длина кольца больше километра. Осталось установить оборудование. Вот те самые частицы, которые мы сегодня с вами так успешно запустили, будут прилетать сюда, вот по этому тоннелю. Здесь накапливаться в этом вот кольце. Много-много-много оборотов. Столкновение частиц на огромных скоростях – базовый принцип ядерной физики. Коллайдеры строят во многих странах. Новосибирский комплекс уникальный для России. Сегодня ученые получили больше возможностей для раскрытия тайн рождения Вселенной. Сергей Толмачев, Александр Егоров. Новости ОТС. На предстоящие выходные в столице региона объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в Новосибирске усиление ветра до 19 метров в секунду, также снегопады и метели. На дорогах не исключены заносы и гололедица. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям напоминают, при возникновении ЧАЭС необходимо обращаться по телефону 051. Горы снега, песка и грязи в центре Кировского района. После обильных осадков туда самосвалами вывозят тонны снежной массы. Тяжелая техника работает круглосуточно, и жители близлежащих домов стали жаловаться – из-за шума не могут уснуть по ночам. А помятуя декабрьские оттепели в этом году, со страхом ждут перемены погоды, когда талый снег рекой потечет в частный сектор. Насколько реально снежная угроза для горожан, узнала Алия Арзаева. Очень слышно, подпрыгивает на диванчике. Да, даже дом трясется, настолько бьют борта эти. Снегоотвал в непосредственной близости от частных домов. И, казалось бы, на положенном по закону расстоянии – 100 метров. Только из-за грохота снегоуборочной техники жители улицы Ольховская не спят уже несколько недель. Нас беспокоит ночь. В основном ночью. Ночь. У меня маленький ребенок. Вот он. Иди сюда, Костя. Маленький ребенок. Ну, как? Я не знаю, как. Пускай они лопатами очищают. Шум по ночам – это полбеды. Снег отгружают на болото. Весной несколько небольших дренажей просто не справятся с талыми водами. В бесснежную погоду жители стараются выспаться впрок. Сейчас, если снега нету, снега нету, затишье может быть. А снег выпал, они ездили всю ночь друг за другом. Они же также вот эти магистрали-то более-менее вычищены. За последний год жильцы частного сектора обращались и в мэрию, и в администрацию. Но ВОЗ и ныне там. Вывозить снег за город накладно. В ДЭУ номер 4, которая занимается отвалом снега, разводят руками. Место выделено официально. Круглосуточная работа бригад прописана в документах. Недовольство людей здесь понимают, но сделать ничего не могут. Даже не знаю, чем помочь. Изменить график работы я тоже не смогу только в день вывозить снег. Сейчас же видите и движение, какое все. Такие улицы, как Немировича, Данченко. Да, в принципе, и узкие улицы убираем только в ночь. Вот вчера, в частности, ночью вывозили снег с улицы Новогодний. Дорога узкая. Мы не сможем в день при всем желании зайти на эту улицу работать. Тем не менее, мусор пообещали убрать и после таяния снега произвести рекультивацию. Однако, как признают в ДЭУ, полностью решить эту проблему сможет только снегоплавильная станция. А ее пока нет. Алия Арзаева, Олег Сурков, Новости ОТС. Продолжаем выпуск. По статистике, аварий на дорогах области меньше не становится. А вот смертность в ДТП, отмечают врачи, снизилась на четверть. О совместной работе госавтоинспекторов и медиков, результат которой – десятки спасенных жизней. Наталья Цупина. Больше тысячи аварий, сотни погибших. Дорога – зона повышенной опасности. Хорошо об этом знает житель Кыштовки Файзулла Аюпович. Он возвращался домой пешком, под сильным ливнем. На выезде из райцентра водитель не заметил пешехода. Видимости вообще практически не было. И назад вернулась, меня сдала в больницу. И, слава богу, все, что так не уехала ведь. А то бы там и остался. Там безлюдное место. В себя пришел в районной больнице. Там пролежал месяц. Как только стало можно, перевезли в областную. Надолго. Вячеслав Боедуков в это отделение попал из Коченевской ЦРБ. Говорит, память не вернулась. Рассказывает с чужих слов, как ехали с товарищем на работу в 7 часов утра. Навстречу летел Геленваген. И куда, и куда, терапились так. Я ехал 60 километров. Впереди меня никого. Я спокойно ехал. Да, мы нашли потом свидетеля, что он видел, хотел бы даже обгонять меня собираться. Дальше момента самого никто нигде сказать не может. Потому что так произошло все неожиданно. Он так улетел. Все увидали только удар сильный и услышали, вернее, услышали удар и увидали дым. Оказывается, это не дым был, а пар. Счастье большое, что ни одна из машин не загорелась. Из машины Вячеслава доставали 40 минут. 12 дней в коме, 5 операций. Погиб не только друг, но и один из пассажиров Геленвагена. В отделении травматологии областной больницы пациентов, пострадавших в ДТП, всегда много. Часто врачам приходится выезжать в районы, где произошла авария. Присылают сначала по электронной почте, нам снимочки. Мы ориентируемся уже здесь, что необходимо взять, созваниваемся с ними, что у них есть. Ориентируемся, что у нас, нам необходимо взять. И уже приезжаем на место и на месте, скажем так, оперируем. Дорожные инспекторы отчитываются. В этом году количество аварий на трассах области снизилось. Меньше стало пьяных водителей. Улучшили статистику те, кто недавно получил права, и мотоциклисты. Отмечают рост количества дорожных происшествий с участием детей, но при этом погибло в два раза меньше юных пассажиров. Всего же в результате ДТП в регионе погибло на четверть меньше людей. Мы люди, сотрудники ГАИ, суеверные. Но сегодня уже можно говорить, вот на сегодняшний день на 100 человек погибших на наших дорогах меньше. И я надеюсь, что такая же тенденция продолжится и до конца этого года. И, естественно, необходимо принимать какие-то меры, чтобы такая же обстановка была на наших дорогах и в новом, в 2016 году. Специалисты допускают. Улучшить цифры помогли, например, изменения в уголовный кодекс. Люди стали больше задумываться о последствиях, которые может привести несоблюдение правил дорожного движения. Но главное называют совместную слаженную работу. Работа будет продолжаться. Мы сегодня все равно рассматриваем усиление бригад, так называемых трассовых бригад. Проблема одна в ДТП сегодня, особенно на трассе, это быстрая доставка больного в медицинское учреждение ближайшее. Вот здесь особенно мы теряем. Вот те мероприятия, которые мы смогли сделать сегодня совместно с трудниками ГИБДД, я считаю, что они позволили нам эту цифру сегодня достигнуть. За каждой цифрой спасенные жизни. Наталья Цопина, Олег Сурков, Александр Егоров. Новости ОТС. Кто спасет храм музыки? В Чулыме здание музыкальной школы, в котором уже больше полувека учатся сельские дети, буквально разваливается на части. Вместо мелодии в здании слышен шум воды, которая сквозь крышу течет в музыкальные классы. Рояль замолк, потому как напитался влагой и разбух. Из Чулымского района сюжет Алексея Кузьмина. Музыкальная школа. Единственная на весь район. Построена больше полувека назад. Капитального ремонта не было никогда. Находиться здесь просто опасно. Для здоровья детей. Лицензию на обучение могут не продлить, если санэпидемстанция выдаст предписание. Тогда школу просто закроют. Ученики переживают. Ну, как бы я тут первый год в музыкальной школе, я вижу это. И я думаю, вообще ужасно. Думаю, что в критическом состоянии там, как бы, большой зал. Да, бывает, переживаю. Ремонт здесь делают каждый год. Сами учителя. На собственные деньги хватает ненамного. Подкрасить, залатать дыры. Но каждой весной тает снег и находит путь в классы. Подтеки на стенах, оседает фундамент, плесень на потолках. А за аренду здания приходится платить. 200 тысяч в месяц. Поэтому мы хотели бы просто, чтобы нам какую-то финансовую поддержку оказывали, пока будет решаться вопрос со строительством и прочим. И местные власти, и депутаты считают, зданию нужна реконструкция. А до нее временно инструменты развезут по обычным школам. Ученики будут заниматься факультативно. Конечно же, здание нужно новое. Здание музыкальной школы в Челыме. Это однозначно. Этим очень... И Василий Иванович очень озабочен. Не зря за последний год только он здесь уже не единожды был. Но в этом здании живут педагог и директор, в классах которой переоборудованы под комнаты. Если школу закрыть, они останутся без тепла и воды. Эта ситуация не забудется, и она не останется без внимания. Этот процесс все равно будет на контроле, и мы будем следить за тем, как будет дальше развиваться событий. Пока здесь идут занятия. Сегодня класс гитары и балалайки. А черный рояль впитывает влажность. На улице оттепель. Расстроен рояль, накрыто музыкальное оборудование. Когда здесь вновь прозвучат аккорды в мажоре и шквал аплодисментов, пока неизвестно. Но администрация музыкальной школы в Челыме надеется на финансовую поддержку Министерства культуры. Алексей Кузьмин, Александр Кабукин, Новости ОТС. В городском драматическом театре дождались «Ревизора». Одноименную пьесу поставил режиссер Сергей Афанасьев. Проект «Благотворительные деньги за билеты», вырученные после первого закрытого показа, передали в фонд «Защити жизнь». Эксклюзивно для первых зрителей перед спектаклем перформанс «Гоголевский бульвар». Действо, когда Чичика в буфете продает мертвые души, в дамской комнате беснуется чертовка, в фойе ведут неспешные беседы Пушкин и Гоголь под пронзительные завывания паночек. Пьеса Гоголя в афанасьевском прочтении ультрасовременна, актуальна и крайне иронична. Эмоции во время спектакля сменяют друг друга. После гомерического хохота идет недоумение, после печали ироническая улыбка. «Это наше отношение к материалу. Вот сформировать это отношение так, чтобы не перейти границу в кусовую, чтобы не удариться в камикование. Тем более Николай Васильевич пишет в аннотации к своей пьесе, что актеры ни в коем случае не должны смешить зрителя, они должны очень серьезно. И в то же время предлагает гротесковый способ существования актеров». И главная спортивная новость дня. В эти минуты в спортпорткомплексе «Заря» проходит юбилейный турнир по фехтованию. За пресс четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Познякова борются лучшие юные саблисты страны. На торжественной церемонии находится наш корреспондент Константин Бухтатов. Константин, добрый вечер, вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Да, уже в десятый раз лучшие саблисты страны в возрасте 16 лет и младше собираются в Новосибирске на турнире Познякова, чтобы выяснить, кто же из них все-таки лучше. За моей спиной прямо сейчас проходит открытие соревнований и удалось увидеть сборную Казахстана. Что это значит? Это значит то, что соревнования хоть и носят всероссийский характер, но видим и что, возможно, расширяются до международных границ. Не зря вот приглашают спортсменов из ближнего зарубежья. Не удалось посчитать точное количество спортсменов, поэтому поверим на слово пресс-службе федерации и говорят, что будет 150 участников на этих соревнованиях. Соревнования пройдут в два дня, сегодня и завтра. И победители этих соревнований определят состав сборной России на первенство мира и Европы среди кадетов. Екатерина. Спасибо, Константин Бухтатов, с открытия турнира по фехтованию на приз олимпийского чемпиона Станислава Пузнякова. На этом все. Итоговый выпуск в 20.30 проведет Иван Кудинов. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю хорошего вечера и предстоящих выходных. Редактор субтитров А.Семкин